Девчонки, всем привет! Хочу сегодня показать вам и поделиться, как я делаю очень быстрый узелок при вышивке бисера. Но также этот узелок можно использовать, конечно же, при шитье, не знаю, пуговицы пришить. Не знаю, как можно будет это использовать в вышивке крестиком, так как мы не делаем там узелки. Но, может быть, кто-то делает и кому-то тоже это поможет. В общем, я хочу поддержать рубрику, которую придумала Арина Рукоделий, предложила нам всем открыть на ютюбе, как это делаю я. И у меня уже есть несколько в очереди таких идей поснимать, как что делаю я, как я себе адаптировала кое-какие вещи, чтобы мне было удобно вышивать. Может быть, вам это будет тоже полезно. И вот первое, это так, как я делаю ногти. У меня частенько бывают длинные ногти. И мне неудобно делать узелок обычным способом, как так. Ну, я даже не представляю, как это можно показать, да. И я себе придумала, не я себе придумала, я на самом деле подсмотрела идею на Фейсбуке и опробовала. И теперь только так и выполняю узелок. И девочек, которые у меня были на уроке, на выставке, я тоже этому узелку научила. Все были рады, всем понравился этот лайфхак. И сейчас я вам покажу, как он выполняется. Я надеюсь, что будет видно, будет понятно. У меня здесь иголочка. Нитки я использую в вышивке бисером, как я уже говорила. Простые полиэстеровые нитки для шитья. Такая большая катушка. Она у меня уже потрепанная довольно. И мне нравится. У меня никаких узелов не завязывается. Через камеру очень сложно вдеть нитку в иголку. В общем, вот так вот. Например, нам надо вышивать в одну нитку, да. Вот она у меня. Конец. Я левша. У вас, если вы правша, соответственно, будет наоборот, да. Иголка в правой руке, кончик в левой руке. Вот ваша иголка где-то, вот ваш кончик. Вы накладываете, задерживаете пальцем и делаете так несколько оборотов на глаз. Потом там, где вы по спирали обернули, вы держите пальцами, продергиваете иголку и вот получается узелок. Вот этот вот костик, этот длинный, я его, чтобы он не торчал, не путался, я его обрезаю. Вот так вот. И вот такой вот он у меня маленький, надежный, крепкий, аккуратный узелок получается. Если же нам надо вышивать две нитки, все, обрежу этот узелок. Мы складываем два кончика. Я пытаюсь через камеру, не через камеру, не через камеру. Ну, кинай, почему-то ускользает из кадра. Так. Что у меня тут уже пытается запутаться? В общем, возьму новую нитку. Мы берем, как обычно, два кончика соединяем вместе. Вот у нас два кончика наших. Мы их вот так вот держим. То есть иголка и хвостики должны смотреть друг на друга. Я, конечно, удачно выбрала белую нитку на белом фоне. Ну вот. Накладываете так крест-накрест, пальцем придерживаете, наматываете. Я так на глаз несколько раз наматываю. Потом перекладываете в другую руку, придерживаете здесь вот это намотанное наше. и протягиваете аккуратненько. И у меня все запуталось. Вот. Получается вот такой вот маленький аккуратненький узелок. И в две ниточки. Это не моя идея, сразу говорю, да. Я не знаю, кто это придумал. Я увидела... На самом деле, на фейсбуке было какое-то видео, совсем не относящееся, мне кажется, ни к вышивке, ни к шитью. Шитью просто какие-то жизненные лайфхаки. Мне понравилось. Я попробовала, у меня получилось. Даже с длинными ногтями. Сейчас они у меня короткие, но... Потому что бисером вышивать мешает. На самом деле, больше мешают, конечно, действительно, узелки делать, чем бисером вышивать. И даже когда длинные ногти, даже когда супер длинные ногти, это очень удобно делать такие узелочки в одну ниточку, в две ниточки. Так что пользуйтесь. На здоровье. Если кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. У меня много идей интересных. Увидимся в следующих видео. Пока! Пока! Пока!